Всем привет! Сегодня будет необычный аварик. Так сказать, сборная солянка. К сожалению, случилось так, что я заболел. И выдался свободный и спокойный день, который я хочу посвятить своему аквариуму, который остается без обслуживания вот уже более полутора месяцев. Ну что делать? Лето! Ленивое время для аквариумистики. Я заварил чайку с лимончиком. И попутно хочу вам рассказать о следующих вещах. О пределах автоматизации, которые мне удалось достичь в рамках этого аквариума. О планах на этот аквариум. И несколько другому подходу к подаче материалов. Я заметил, что кроме качественной подачи и разговоров о цене, бесконечных срачах, о нюансах содержания и прочее, и прочее, и прочее, блогеры выпускают одну очень важную деталь. Которые засасывают людей в хобби, как в черную дыру. Это живая картинка. Создав которой, аквариумист не думает о деньгах, не думает о потраченном времени, не думает о сложностях, которые ему пришлось преодолеть. Картинка и внешний вид это квинтесенция, грубо говоря, подхода человека к аквариуму. Вообще, к своему домашнему животному. Как к домашнему животному, который, хотя и самодостаточен, но все равно скучает и хочет, чтобы за ним поухаживать. В общем, я два года шел к мысли и, наконец, дошло, как сформировать концепцию канала. Дело в том, что аквариумистика это красиво. А вот как этой красоты достичь? Я вам по-своему на своем канале покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Вот он, 220-литровый ленивый аквариум, который не обслуживался от слова совсем. И все вокруг него сделано на определенном уровне так, что он прекрасно содержал в себе симпатичную картинку из самых дубовых растений. В нем не чистятся стекла, не прочищаются шланги, не делаются тесты и почти никогда и не делались. Да и незачем. После запуска системы биологии был дан шанс решить все самой на данном для этого оборудовании. Все ради картинки. Все вокруг сделано для того, чтобы в стекле все было красиво. Природа устроена так, что биологический баланс будет везде. Но вот не факт, что он визуально понравится человеку. Даже в луже на улице он есть, но никто не будет содержать его у себя дома. В аквариуме же мы пытаемся собрать то, что будет интересно наблюдать и в первую очередь радовать глаз. Очень многие начинающие аквариумисты гонятся за божественной красотой травников и скейпов, пытаясь воспроизвести их в домашних условиях без соответствующих знаний и опыта. И я через это прошел. Сахар в том, что дубовые простые в содержании растений на старте вашего хобби дадут результат значительно лучший и будут иметь больше шансов на успех. Стойкость видов к ошибкам и легко решаемые проблемы с водой имеют значительно более широкие рамки, за гранью которых ждет провал, чем первый аквариум на лютых роталах в осмосе с ценой факапа водоподготовки и скатыванию в болото за несколько дней. А следовательные разочарования как в собственных силах, так и в хобби вообще. Все, что технически окружает этот аквариум, создано именно для картинки и стабильности внутри. Решений для того, чтобы это работало, бесчисленное количество. От самодельных до астрономически дорогих готовых фирменных систем. Опробовав систему на легких в содержании растений и биологии, я считаю, что готов для того, чтобы перейти на что-то более серьезное. Без оглядки на то, во что мне это вообще выльется. Много тут менять не придется. А вот содержимое в августе и сентябре будет перезапущено в то самое лютое. Голландский травник на осмосе. С гораздо более серьезным подходом и дисциплиной обслуживания, чем есть сейчас. А знаете, почему ее сейчас нет? Да потому, что в этой системе она не требуется. Все само растет, и дай больше света, жратвы и газа, и вообще будешь не успевать стричь. Первым под замену пойдет свет. Нет, потому что чехирсы субъективно для травника не годятся. Вместо них сюда будут установлены светильники от ДНК для пресноводных аквариумов, которые, как заявляет их автор, дадут сказочную красивую картинку. Энергию и их мощности хватит, чтобы голландец на таком объеме разогнать. По факту получения устроим анбоксинг и проверим все это на практике в сравнении с несколькими светильниками в рамках одного аквариума. От очень дешевых до тех, что серьезно по цене. И вот какой светильник даст лучший эффект, такой я и оставлю. Если за 25 тысяч штука, значит за 25. Каждый аквариумист волен выбирать решение для себя и своего кармана. В общем, сначала в этом дизайне разные лампы попробуем для сравнения, а потом будем запускать голландец. Ладно, что-то я разошелся. Проехали. Далее будет организована емкость под подмену с заменой 1-2 объема в неделю. По системе фильтрации ничего пока менять не намерен. Возможно только перетащить фильтра над аквариумом. Установив подъемные помпы и аккуратно спрятав шланги. Постепенно все это сделаю. Ну а пока к обслуживанию. Давайте почешем этому питомцу за ушком и заодно посмотрим, как тут все устроено. Итак, полтора месяца без обслуживания. Одна стрижка кромсанием и одна подмена не в счет. Биология. Простой и неприхотливый набор растений с половиной мхов, которые довольно грязные. Если систематически их продувать и промывать, они будут выглядеть свежее и чище. Они основной источник грязи и ее аккумулятор. Дают нагрузку на биофильтрацию и держат ее в тонусе. Но даже если всю фильтрацию брать, мхам будет, по-моему, все равно. Мне порой кажется, что они питаются пустотой и способны расти в тазу под крышкой в чулане. Без подачи газа все сильно затормозилось в развитии, но не стагнирует, периодически выпуская новые побеги и усики. Хамедорею порезал, так как она дала кучу новых отростков и начала расти очень плотно. Рязка, которая попала в аквариум случайно, полностью исчезла. Анубиасы, как минимум, утроились в объеме за полгода и растут уже везде, даже между камней. Борются за мхами за место под лампами. Эхиноторос бесконечно выпускает усы и цветет. Если ус прижать и дать ему коснуться воды, он пустит корни и завяжет новый отросток, который очень быстро начнет развиваться. Ради прикола один ус можно направить в рядом стоящий аквариум и размножить его там, и это будет существенно быстрее пересадки. Цветет он каждый день. Посадил денежное дерево, посмотрим, как пойдет. Вроде они тоже хорошо уживаются в аквариуме. Красный жемчуг потемнел, чувствует себя неважно, но при этом постоянно выпускает новые листья. Все анубиусы полностью очистились от ксена. Это произошло примерно через 4 месяца после старта. Сиамские водорослееды, как креветки амана, великолепно чистят аквариум. А вот бутцефаландры в развитии остановились совсем. Да и понятно, этот аквариум не для них. Содержу, чтобы потом перенести в более приятные для них условия. Все растет и развивается, но без ухода выглядит так себе. Поэтому начну с филировки отмерших листьев и дам возможность растениям немного подразвиться на освободившемся месте. Чуть рассажу то, что плотно заросло. Техника. Дозатор я подключил к аквариуму через обломленные и затупленные иглы от шприцов, спущенных сразу в воду, чтобы они были своеобразными ниппелями. Это решение наряду с обратным клапаном помогает победить завоздушивание шлангов и появлению огромных пузырей, а следствие неточности дозирования. Дозатор DP4 довольно точен и прост в эксплуатации. Хорошее и недорогое решение. Рекомендую к покупке, если у вас есть необходимость в ежедневных точных подачах. Сейчас подается только НПК по 3 мл в день. Кстати, у DP4 есть не только дневной, но и недельный календарь. Светильники и контроллеры работают как часы. Претензий к ним нет. Потому как, по моему скромному мнению, тихиросы для травника не очень. А вот для скейпа самый раз. А хочется травник. Т5 будут тут очень громоздко смотреться, а высота аквариума небольшая. Но греется все. И адаптер, и контроллеры, и сами светильники. И греются существенно. Нержавеющие переливы оказались отличным решением. Они не засираются, за 5 минут обслуживаются, не снимая с магистрали. Не ржавеют. И вообще очень нравится как внешне, так и по эффективности. Потому что не имеют острых углов. Все плавно и качественно. Система фильтрации не вскрывалась и не обслуживается ни разу, вообще за полгода. Мощность потока приблизительно такая же, какая была. Уфей включен постоянно. Чтобы если что-то закосят, сжечь все к чертовой матери. Лампе внутри полгода, перед травником ее нужно будет поменять. Мощность лампы 5 Ватт. Для тормоза развития газ был отключен. Но сейчас я его начну подавать, чтобы дать бусты для развития того, что я порезал и пересадил. Реактор с перемешиванием справляется на ура. Пузырей в аквариуме нет. Перлинг есть. Для видео сделал тесты. Обычно я их не делаю, а ориентируюсь по внешнему виду растений. Срез таблицы перед вами. Вот такие дела, друзья. Постараюсь за пару месяцев улучшить и освежить внешний вид. И выжать все из ленивого аквариума, чтобы сформировать рецепт и в итоговом видео про него рассказать, как этих результатов достичь, и что нужно, чтобы такая картинка получилась с вариациями. А потом повысим ори. Как поправлюсь, будет обзор про фильтр АДА, который уже почти месяц в работе. И есть, что о нем рассказать. Посмотрим на красную плумбу. А затем начнем запуск Али-аквариума, который я задумал сделать так, чтобы компоненты выглядели очень красиво и необычно, не потеряв при этом надежности и функциональности. Всем до скорого, друзья. Пока.